История его происхождения и жизни могла бы стать интереснейшим сценарием для фильма. Высококвалифицированный зоотехник Андрей Владимирович Дурилин хорошо известен тем, кто в советские годы занимался коней и овцеводством в Забайкалье. Однако мало кто знал, что этот скромный и работящий человек имел дворянские корни. Если бы не потрясение начала 20 века, мог бы стать одним из богатейших людей того времени. Обо всем этом нам рассказали его родные, которые однажды увидели в эфире Альтеса черно-белый ролик о жизни агинских коневодов 1950 года. В свидетельстве о рождении 1913-го аккуратным почерком выведены имена крестных и, конечно, родителей с пометкой, что оба православные. А это диплом Андрея Владимировича. За пчеловодство – отлично, а вот за политэкономию – тройка. Эти документы – реликвии, память об их деде и отце, история жизни которого словно сюжет кинофильма. Мать Андрея Владимировича была биологом-селекционером, отчим – видный ученый 40-х. Дед – врач, спасавший людей от тифа, и которому в Одессе установлен памятник. А бабушка приходилась родственницей жены декабриста Аненкова. Сам Андрей Владимирович при рождении получил титул князя. Вот только никто тогда и не думал, что дворянин посвятит жизнь далеко не светским раутам. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Это была основа нашей семьи, фундамент нашей семьи. Это была защита, надежда, опора. Мы всегда шли к дедушке за советом. Его слово было всегда последним в принятии решения. Историю своего происхождения он открыл, будучи в зрелом возрасте. Боялся за родных. Рассказывал о репрессиях, расстреле матери из-за доноса, ссылке отчима. О том, как в голод однажды выменили на хлеб семейный золотой крест размером с ладонь. И как они, одесские дворяне, оказались сначала на Дальнем Востоке, а потом и в Сибири. Несмотря на все, ему удалось выучиться в Иркутске на зоотехниках. Более судеб оказался в Чите, где поначалу стал работать на государственной заводской конюшне. Почти 40 лет жизни Андрей Владимирович отдал лошадям и разведению овец. Именно он на практике занимался выведением забайкальской танкорунной породы овец по приказу Сталина. Он прошел большой путь, снискав уважение как разносторонний специалист сельского хозяйства, награжденный множеством наград, в том числе Орденом Трудового Красного Знамени. Впрочем, в партию его так и не взяли. Сказалось происхождение, хотя он и не переживал. Куда важнее для него всегда была семья. Мой день рождения летом. И всегда, когда дедушка приходил, он дарил такую клубнику, мизочку. Салу выращивал? Да, на даче выращивал, конечно. Что вы почувствовали, когда увидели его? Хоть там секунду. Ну, во-первых, мы сразу друг другу начали звонить. Огромная радость. Да, радость, потому что, ну, увидеть все равно дедушку. Причем он не рассказывал же нам о том, что были съемки какие-то. Он был могучи духом и телом. Двухметровый богатырь обладал невероятной силой. Запросто мог справиться с истроптивой лошадью. При этом никогда не повышал голос. Любил мастерить что-то сам. Чинил даже хрустальные бокалы. Он мог и строить, и пахать, и сеять, и так далее. Ну, естественно, шить умеет. Шить умеет. А что, рубашки перешивал? Нет, ну шить. Вот сносилась у одной рубашки, там, воротника, у другой рукава. Он раз, из двух рубашек одну сделал. Сидит вот тут вот машинка, зингер. Он на ней верстат стоял. Да, верстат стоял. Все делал своими руками. Профессиональная подготовка. Строгий был отец, но в хорошем смысле этого дела. А относился всех детей, любил это. И то не только, допустим, на своих детей. Он еще помогал и родственникам. Женой Антониной Александровной он прожил 63 года. Всегда называл ее ласково «мама», а она его «Андрюши». Вырастили пятерых детей, десять внуков. Он всегда был вежлив. Даже дачным воришкам писал послание. Господа воры, не бейте стекла, дверь открыта. Его не стало в 1999-м. Не смог пережить гибель внука. В этом году ему исполнился бы 101 год. Юлия Тимошенко, Анатолий Тюльнев. Время новостей.